Приветствую! Какая же ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена законопроектом 10.449? Это вот тот новый вариант законопроекта о мобилизации. Так вот, друзья, если внимательно почитать, то мы увидим, что законопроект 10.449 не предполагает никаких норм об ответственности за неявку по повестке, за неявку в ТЦК и СП, за отказ от прохождения ВЛК и так далее. Но что он предполагает? Он предполагает новые методы воздействия на человека. И среди этих новых методов воздействия они предлагают следующее. Запрет на выезд из Украины. Да, как бы не смешно это звучало, но тем не менее такое предлагается. И это будет действенной мерой. Почему? Потому что в этом случае они смогут запретить выезд из Украины даже тем людям, которым сейчас он разрешен. То есть даже те, кто имеет инвалидность, либо там супругу с инвалидностью, либо родителей с инвалидностью и так далее, даже в этом случае эти люди не смогут выехать за нарушение определенных обязанностей. Дальше они предлагают что? Запретить право управлять транспортным средством и заблокировать счета человеку. Это все не ответственность. Они называют это мерами влияния. А что же с ответственностью, спросите вы? А что, теперь ответственности не будет? Она останется как прежней или что? Мы, вот знаете как, настолько были увлечены вот первым законопроектом 10.378, сейчас мы увлечены законопроектом 10.449, что забыли о законопроекте 10.379. Это именно тот законопроект, который подали еще до нового года и в котором было предложено увеличить административные штрафы. Например, на сегодняшний день штраф за нарушение правил воинского учета максимальный 1700 гривен, а будет 17000 гривен. А за нарушение законодательства о мобилизации на сегодняшний день максимальный штраф 5100 гривен, а будет 51000 гривен. И этим же законопроектом предусматривается уголовная ответственность, вдумайтесь, за отказ от прохождения ВЛК. Да, да, за отказ от прохождения ВЛК человека будут привлекать по статье 336 Уголовного кодекса Украины. И наказание будет от 3 до 5 лет лишения свободы. И про этот законопроект мы как-то забыли, потому что вот те, ну такие, мягко говоря, неоднозначные нормы, которые в 10.378 и в 10.449 появились, да, они нас отвлекли от вот этого законопроекта. А его как подали перед этим, перед Новым годом, он так и лежит. И особо никто из политиков даже не выступает против него. То есть против законопроектов о мобилизации там есть замечания, выступают, а против вот того, который усиливает ответственность, никто не выступает. Поэтому, ну, есть подозрение, конечно, что его могут принять. И если примут, как я уже сказал, да, будет ответственность увеличена там до 17 тысяч за нарушение правил воинского учета, до 51 тысячи за увеличение, ой, за нарушение законодательства о мобилизации. Ну и там до 200 тысяч, то, что вы могли слышать в интернете, это касается уже ФОПов и юридических лиц, а не физических лиц, обычных вот людей, да, военнообязанных, это не касается. А то, что касается, да, это вот эти штрафы, плюс уголовная ответственность за отказ от прохождения ВЛК. Но подчеркиваю, все, что я сказал сейчас, да, это все законопроект. Законопроект 10.379. И более подробно я его разбирал, ссылочку, наверное, на видео оставлю в описании. Вот. А новый вот этот законопроект о мобилизации, который подан сейчас там, об ответственности ничего нового нет. Вот такая ситуация. Если данное видео было вам полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, также приглашаю вас в Telegram канал, ссылочка на него есть в описании к этому видео, и вы всегда будете в курсе всех новостей по теме мобилизации, призыва и выезда из Украины мужчин во время военного положения. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.